Всем привет! Следующий наш соперник это Сянь Лин. Дуэль, встреча, поехали, начнем, давайте. Ладно, давай посмотрим, насколько я хороша в картах. Так, текущая колода, но мы ее не меняли, да, по-моему, если не понял. Отлично, оставляем ее так. Прежние, ребята, эта колода пока что побеждает всех на своем пути. А, даже так, да? Ну, давайте вот это поменяем, я думаю. О, вот это интересно, это интересно. Так, я начинаю, как обычно, ребят, всю тактика пока что не меняется, потому что это просто победная тема. Наша основная задача, конечно, всех победить. И на данный момент, на самом деле, пока что мы, как еще раз я повторю, каждый раз я повторяю, мы ее еще раз ни разу не проигрывали. Ни разу не проигрывали в серьезных схватках этой колодой, поэтому она пока что одна из топовых. Так, начинаем с Ешки, потому что она дает щит. Замечательно. И щит нас, кстати, очень хорошо нам спать, помог. Вот этот медведь на самом деле такой противный. Так, а что мы можем еще сделать? Мы можем... Чуть серьезно, мы можем сделать... Серьезно? Вы понимаете, к чему я все клоню? Мы можем мульту поставить прямо сейчас, по сути. А есть в этом смысл? Слушайте, ну это классно на самом деле. Ну а что два дайса, да, теряется на самом деле? Ну, короче, короче, давайте сделаем так. Подождите. Там же три надо, да? Мы ставим вот этот дайс. И нам придется попробовать вот эти две штуки. О, да-да-да-да. Да? Универсальное делаем. Ставим вот этот дайс. И у нас есть возможность поставить сейчас вот этот... Так, короче, ребят, ну конечно же. Пошла ульта, ребят, пошла. Слушайте, ну это на самом деле очень даже неплохо получилось. Он, в принципе, потом ударит... Ну да, я думаю, что это лучший вариант. Я думаю, я не против, если ты убьешь его. Вот я вот прям идеально будет. Я не буду карты тратить. Слушайте, пусть убивает. Это даже лучший расклад на самом деле. Мы потом спокойно переключаемся на Аяку. Ну, она, в принципе, сейчас это и сделает. С ульты... Давай, пожалуйста, с ульты. Добей с ульты ее. Ой, спасибо тебе большое. Ну и просто потом тебя... А, кстати, ты можешь переключиться, да? Ты же можешь переключиться. Ты... Почему? Ну как? Почему? Ну почему? Ну за что? Ребят, ну это просто какой-то я не знаю. Да все, на самом деле. Ну почему она не убила? Ну почему? Ну ладно, придется переключаться. Как же неудачно, а? Теперь все будут выливать в Аяку, кстати. О, подожди, а почему он завершил ход? Я не понял. А... Серьезно? Что, серьезно, что ли? Окей. Окей. Только не эту карту. Ну, она твоя любимая, видимо, была, да? Я понимаю. Так, смотрите, мы, в принципе, можем и продолжить дальше, и добиться... Еще разочек, смотрите, как классно будет. Слушайте, ну это, по-моему, да... Лучше расклада и не придумать. Но мне карты, на самом деле, вначале попались очень хорошие, поэтому... Что тут сказать, на самом деле? Так. Если я Синсу убиваю, то я бы с удовольствием, конечно, уже Кэтсинс смог бы добить ульты. Ну да, может быть, мне не добить, но... Прилично так ударить. Ладно, сейчас все зависит от дайсов, на самом деле. А, у нас приброска есть, конечно же. У меня карта стоит там. Почти идеально. Завеса дождя! Я не подумал об этом. Я бы не подумал! Остановите эту беду, эту безумную... Так, короче, мы... Давайте заморозим, потому что... Если мы не заморозим, то нам будет конец, это 100%. И он переключится на нее. Да, то есть мы... Сможем тем самым заставить ударить по Кэтсин, да? Смотрите. А, это трешка всего лишь? Вы серьезно? А, ну под щитом еще опять, а? Ладно, короче. Короче. Три карты надо, да? А есть смысл? Мы же ее все равно, скорее всего, потеряем. В любом случае, от этой ульты не выжить. Да, мы ее в любом случае потеряем. Ну и ладно, короче. А ульта снимется? Смотрите-ка, ульта переключается на следующего. Нифига себе. Неожиданно, я тебя понял. Так, и здесь у нас есть небольшая трудность. В принципе, я думаю, что давайте его на всякий случай сохраним. И вот так вот сделаем. Ну, в любом случае, до ульты не дойдут ни первый, ни второй. О, кстати, это пицца. Офигенная тема. То есть она будет лечить постоянно. Вы видите, да? Финальная фаза там еще. Она будет лечить бешеным просто темпами. Вот, я про это как раз и говорил. Опасная тема. О, кстати, это мне, возможно, поможет. Ну, слушайте, колоду довольно так-то неплохо. Неплохо на самом деле. Вначале очень было круто. Я думал, что тут прям лучше расклада не придумать. Но увидите, как все меняется резко. До конца нельзя быть уверенным, что спокойно сможешь победить. Так, пятерку снимем, в любом случае, да? И это что было такое? Что это было? Упс. Упс. Ребята, это упс. Шутка, конечно. Она, в принципе, наверное... Ух ты, становится горячо. Да. Я тебе разрешаю, наконец-то, его убить. А, нет. Ха! Ну, это победа, ребята. Это 100% победа. Смотрите. Мне даже следующий раунд не понадобится. Мы, наверное, уже догадались, да? Почему? А, нет. Щит. Ох, да щит спас. Смотрите, компьютер, кстати, довольно-таки умный, да? Получается. Довольно-таки умный. Молодец. Ну, я скипаю. Вариантов не остается, ребят. Там карты уже в действие пошли, я смотрю. О-о-о! Фу-у-у! Первая колода, которая довела меня просто вот прям, я не знаю, до состояния. Я реально испугался, что я могу проиграть. Вы видели, да? Вначале, как все хорошо начиналось, и тут, наверное, под конец уже прям все. Ну, мы ее победили, в любом случае. Там где-то, где-то я, на самом деле, допустил некоторые ошибки, печали. Ну, все пошло наперекосяк. Что я могу сказать, ребят? Красная кнопка под видео, обязательно подписывайся, пиши комментарии, ставь лайк, нажимай на колокольчик, и обязательно смотри видео до конца. Подписывайся на канал ZenR YouTube, это тоже обязательно, ссылочка в описании к этому видео. И давайте узнаем, кто у нас будет в следующем. Следующий у нас будет Беннет. Увидимся, ребят, пока-пока.